здравствуйте друзья у нас такой интересный знаете сюжетец нарисовался президент бросил камнем в гринкарт лотерею заявив что она это самое террористов завозит дальше он сказал что она способствует этим террористам в том чтобы там 23 родственников привести 71 девственницу на том свете а 23 родственника уже тут его значится на сказать что про девственность про родственников они заткнулись другой стороны они конечно всю страну этим делом объяли а после этого заткнулись тихо и больше не повторяют видимо их поправили то есть те люди которые знали но во всяком случае они молчат и но когда знаете когда великий кормчий подошел там к краю и бросил щепотку земли то дальше выстроились так сказать сподвижники и давай туда бросать кто чем и так далее выгодите чё это миша к чему клонит значит я расскажу что вы что вы себе думаете я так я расскажу значит есть такой человек зовут его джон кеннеди и вы думаете наверное что вы его знаете это вот тот самый что был президентом а потом его убили нет это другой джон кеннеди этот джон кеннеди о котором мы сейчас говорим является сенатором от штата луизиана вот такой есть такой штат недавно избранный вот он год назад тогда вот когда выборы были там в частности значит избирать переизбиралась треть сената вот он стал сенатором от штата луизиана и заступил на должность там в первых числах января сколько тут от первых чисел января прошло вот считайте 10 месяцев он за эти 10 месяцев ничем как-то не отличился не то чтобы он какой-нибудь законопроект интересный там или вообще как-то себя проявил что собственно неудивительно он как бы такой начинающий сенатор как тут говорят джуниор сенатор но это он пока не отличился а тут он подумал видимо что надо как-то отличиться и подал законопроект подал он его в понедельник 6 ноября вот а у меня просто руки не доходили вам рассказать я на самом деле хотел почитать что там законопроекте но поскольку он до сих пор там не вывешен там где надо было бы вывесить в этот лучше не вижу я его там но в общем думаю так расскажу без этого без того чтобы почитать законопроект очень простой и сущность его состоит в том чтобы отменить кедрение фене лотерею green card те из наших зрителей которые как бы в этой теме поднаторели могут сказать помилуйте так ведь еще там феврале в марте подавали вот именно такой законопроект вот и именно его и подавали чтобы лотерею green card отменить и все но этот человек подумал что феврале-марте это они подавали а он-то не подавал и подал тоже и вот такой вот что называется стенд-элоун такой проект даже как только начинается дискуссия какая-то говорят а чем заменить давайте вот мы отменим эти 50 тысяч там 55 лотерею green card и отдадим эти визы там туда или сюда и начинается базар куда отдать а он говорит сделаем проще вообще отменим и все и вот он да и он тут с речами какими-то выступает конечно проблема выступить с речью состоит в том что кто-то должен слушать это все понимает это проблема тем более ты начинающий тем более ничего такого не придумал и так далее и я думаю может сейчас еще подойдут пяток десяток вот таких как он тоже что-нибудь такое подадут и давай значит это ну активность что ли проявлять знаете как вот как-то так быстро выстраиваются люди так с выносом знаете так вот с выносом на подносе несут значит там это утку в перьях значит и дальше вот эти халуи выстраиваются и все это с выносом значит куда-то несется теперь если мы всерьез на эту тему то там получается такая история дело в том что в палате представителей есть как бы достаточное количество людей которые говорят что давайте отдельно отменим прямо сейчас лотерею прямо сейчас отменим эти всем не терпится значит сбежать с горы вот этим бычкам не терпится сбежать с горы и значит там вот вот ту коровку конкретную значит облудотворить те которые в сенате в республиканские начальники они смотрят ну как бы немножко с другой стороны там по шесть лет сидят не по два года представьте себе что те которые в палате представители у них же пол срока то уже прошло их на два года избирают пол срока прошло ничего не сделали им же надо как-то рапортовать они уже готовы ну хоть что-то но вот хотя бы уже лотерею отменить е-мое а те которые в сенате им спешить особо некуда они так более рационально на это смотрят и это надо каждый раз отдельно это вроде бы там только руки поднять но там начинается обсуждение кто-то возмущается кто-то чего-то несколько дней займет а может и и больше чем несколько дней и пошло и поехало отвлекает от других дел и они говорят не будем отдельно говорят они не надо отдельно давайте уже дождемся вот и значит уже в январе-февраля когда будет обсуждаться реформа мы вот туда разом и жахнем эту самую лотерею то есть никто же не говорит что не отменять ну просто не тратить дополнительное время то есть те которые в палате представителей им надо по-быстрому и они говорят вот ту коровку сейчас раз и обратно на гору заберемся а те которые в сенате они говорят нет мужики спешить не будем мы медленно спустимся с горы как в том анекдоте и перетрахаем все иммиграционное стадо то есть решим сразу все вопросы в одном пакете не спеша в общем такая такая вот история и ну вот я прочитал вам рассказал я я не вижу в этом никаких поводов для беспокойств в том смысле что повод для беспокойства не от этого должен происходить если вообще беспокоиться о чем-то то есть есть конечно сам факт того что в январе-феврале они планируют слава богу еще не включили в повестку но планируют включить повестку вот так что вот это да это повод для беспокойства с другой стороны что беспокоиться о том чего от нас не зависит значит ждем наблюдаем есть много возможных ситуаций когда они не смогут включить это в повестку это может быть связано с какими-то неожиданными вещами например там с расследованием это русского следа да вдруг что-то такое вылезет вот но поэтому есть есть варианты всевозможные или например забуксует кардинально реформа налогообложения и иммиграционная реформа при том что провалена реформа налоговая это абсолютный нонсенс то есть конечно они должны добивать налоговую реформу и никто не знает как она пойдет пока не знает то есть там увидим поэтому есть какие-то возможности в том чтобы не попала эта тема на январь-февраль на обсуждение но как я вам уже говорил значит вся эта реформа иммиграционная увязывается сейчас в один узел с тем что до марта месяца нужно развязать ситуацию с молодыми людьми которые приехали в США несовершеннолетними и значит им дали возможность жить работать как бы освободили от депортации и так далее эту ситуацию нужно разрешить иначе с марта месяца у них начнут потихонечку забирать разрешение на работу поэтому вот так вот такой клин встал вот так что вот мы смотрим наблюдаем счастливо я все жду может еще кто-то там захочет как-то законодательную инициативу проявить и тоже что-нибудь такое подаст и сейчас это как бы модно вот хотел бы сейчас отменять гринкарт лотерею очень модно да ну посмотрим счастливо разуме